Франчайзинг – это один из способов организовать экономически выгодный бизнес, имея определенные гарантии. Это система, при которой один объект, это может быть фирма или даже государство, предоставляет другому право действовать на рынке от его имени или под его именем, то есть выпуск своей продукции под маркой старой или более известной компании. Предположим, что предприятию «Березокерамика» поступило предложение от предпринимателя из Кобрина о том, что он хочет производить керамическую плитку под маркой «Березовской». Такой вариант выгоден для обеих сторон. Для кубринского предпринимателя это хороший способ воспользоваться опробованной идеей, которая доказала свою эффективность и доходность. Кроме того, бизнес начинается не с нуля, а уже под известным брендом. И, что немаловажно, есть шанс воспользоваться рекомендациями и инструкцией партнеров. На самом деле это очень важно, очень актуально. По примеру всех европейских стран, мы, к сожалению, все знают, немножечко-немножечко остаем, но уже в последнее время пытаемся развиваться в этом направлении тоже. Для каждой большой компании это очень логичное развитие бизнеса и очень популярное, я думаю, будет через пару лет, поскольку это дает возможность людям прорекламировать себя, в первую очередь, франчайзером, и во вторую, конечно же, построить бизнес, дать возможность построить бизнес на минимальных рисках и, можно сказать, даже получить его практически готовым. Обсуждению этих и других насущных вопросов был посвящен областной форум «Создание и развитие бизнеса. Технология франчайзинга. Программа деловых консультационных услуг Европейского банка реконструкции и развития», участники которого ознакомились с возможностями франчайзинга, преимуществами его использования, а также особенностями построения франчайзинговых сетей. Руководителям и предпринимателям также была предоставлена информация о работе системы. Кроме того, в программе форума представителями Европейского банка реконструкции и развития была презентована программа деловых консультационных услуг, которая способствует развитию малого и среднего бизнеса, помогая предпринимателям реализовывать консультационные проекты и покрывая часть расходов за услуги местных консультантов. Консультационные проекты, в нашем понимании, это достаточно широкое понятие, начиная от какого-то исследования рынка, возможно, создания бизнес-плана, но это также может быть и создание веб-сайта компании, автоматизация каких-то бизнес-процессов у компании, проектной работы, то есть вот такие, или помощь, например, в прохождении сертификации. Такого рода проекты. Наша помощь заключается в том виде, что мы на сегодняшний день уже поддерживаем достаточно большую базу данных местных предприятий, консультантов, которые готовы оказать такие услуги, и в случае обращения компании к нам, мы можем помочь им состыковаться с необходимым для них консультантом, и также программа работает по принципу разделения расходов, то есть часть расходов на такие консультационные проекты покрывают сами предприятия, а часть расходов покрывает банк в виде небольших субсидий. Брестская область в республике занимает второе место по количеству индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют около 11 тысяч новых рабочих мест. Со стороны руководства области проводится большая информационная работа, проводятся встречи в регионах. В Беларуси франчайзинг пока не получил широкого распространения, однако организаторы форума считают, что использование такой системы позволит активизировать экспорт белорусских товаров, привлечет новые инвестиции в экономику, а также активизирует развитие малого и среднего бизнеса в регионах.